В этом уроке я расскажу про плоскости, как их применять, когда они необходимы. Для примера попробуем создать примитивы. Вот во вкладке поверхности есть группа примитива. Здесь вот есть сфера, конус и цилиндр. Создадим сферу. Она сразу создается. У нее на входе радиус и плоскость Base Plane. По умолчанию она стоит плоскость World XY. Вот то, что мы сейчас здесь видим, такая серая сетка и красная ось и зеленая ось. Это уже плоскость, которая изначально есть в трехмерной среде Райна. Здесь Base Plane стоит эта плоскость. Значит, сфера строится в центре этой плоскости. Плоскости с осями координат можно создавать. Для этого, вот чтобы задать центр этой сферы, можно использовать просто точку. То есть здесь хоть и показан символ плоскости, сюда можно подключать и точку тоже. Здесь ставим точку, задаем ее, включаем, и сфера уже будет строиться в центре этой точки. Когда мы подключаем вместо плоскости точку, то автоматически в этой точке создается плоскость, параллельная плоскости XY. То есть параллельная мировой системе координат. Для сферы без разницы, для сферы нужен только центр. Но для других примитивов, таких как конус и цилиндр, уже нужна не только точка, но еще и направление. Плоскость, так же как и вектор, она имеет направление. Только у вектора одно направление, а у плоскости как бы три. Это три оси. X, Y и Z. У каждой плоскости своя система координат, свои оси. Только плоскость, в отличие от вектора, не имеет размеров. Плоскость, она бесконечна. И не стоит путать плоскость с поверхностью. Плоскость это такая абстрактная штука, которая вспомогательная, так же как и вектор. Вот. Для сферы достаточно только точки, чтобы построить сферу. А для конуса уже, если просто задать точку, создадим еще одну точку. Вот она. Если просто задать точку, он будет всегда смотреть вверх. Потому что, когда мы вместо плоскости подсоединяем точку, у нас по умолчанию в этой точке создается плоскость параллельная плоскости XY. То есть горизонтальная плоскость. Если мы хотим сделать, чтобы конус смотрел не вверх, то нужно задать вот сюда другую плоскость. Другую базовую плоскость. Все ноды для работы с плоскостями находятся во вкладке вектор в группе plane. В группе плоскости. Здесь есть разные способы задания плоскости и разные операции с ними. Вот. Так же как и векторы были, примитивы. Ну, юнит Z, Y, X. Здесь тоже есть примитивы. Здесь XY plane. То есть плоскость параллельная, горизонтальная плоскость. И две вертикальные плоскости. XZ и YZ. Вот если создадим плоскость XZ, то вот у нас создается, показывается новая сетка такая серая. И новая красная и зеленая ось. То есть красная это ось X, зеленая это ось Y. В начале, на входе, точка. То есть точка, которая станет центром. Центром этой плоскости. Если вот задать эту точку, то она, эта плоскость, создается с центром в этой точке. И теперь, если сюда вместо точки подсоединить эту плоскость, то конус у нас будет, смотрите, уже, уже будет повернут на 90 градусов. Когда у нас от плоскости нужно только направление и центр, то можно просто вот такими примитивами пользоваться. В общем, так же, как от векторов, бывает нужно только направление, а бывает нужно еще и длина. Так же, как... Ну, еще и длина вектора. Так же и от плоскости тоже бывает нужно две вещи. Первое, это вот центр и направление, как для создания вот этих примитивов. А второе, это когда нужна сама плоскость для того, чтобы как что-то ей пересечь, или плоскость друг с другом пересечь. В общем, сама вот эта бесконечная плоская поверхность. И есть во вкладке интерсект вот такой нот. Это пересечение поверхности и плоскости. Вот эти вот конусы и шарики, это у нас поверхности. А плоскость мы можем создать и... Вот здесь на входе поверхность и плоскость. Мы можем создать плоскость и пересечь ими вот эти две поверхности. Шарики конус. И у нас покажутся линии сечения. Сейчас покажу еще другой способ создания плоскости. Это по трем точкам. Тут вот много разных. Есть по точке и по линии, по двум линиям, по облаку точек. В общем, много разных способов задания плоскости. Вот самый... Это один из самых простых, это по трем точкам. Здесь создадим три точки. И зададим каждую. Сюда их вставляем. Вот создалась новая плоскость. И точки, эти три точки, можно уже по-другому размещать, чтобы эта плоскость была уже какая-то наклонная. Если по этой плоскости построить конус, то, видите, будет уже... Можно в любую сторону наклонять этот конус. Вот так. Пусть пока конус будет по вертикальной плоскости. Этой плоскостью, которая задается по трем точкам, я сейчас пересеку две вот эти поверхности. Конус и сферу. Для этого, значит, сюда вставляем поверхности. Эту и эту. А сюда вставляем плоскость. И на выходе у нас получается линия сечения. И двигая вот эти три точки, у нас изменяется и линия сечения. Видите, и на конусе, и на сфере. Вот это второе применение плоскостей для разрезания чего-нибудь. Плоскости бывают нужны, как входные данные, так же часто, как и векторы. Продолжение следует... Продолжение следует...